В стенах старой больницы вновь поступивший аппарат искусственной вентиляции легких еще не использовался. Пока работает старый, на механике. Для установки новой техники потребовалось перекроить прежние помещения ЦРБ. И вот эту стену мы уберем и две палаты соединим. И тогда у нас получится большая, соответствующая санитарным нормам, нормальная палата интенсивной терапии. Пол рентген-кабинета также пустили под замену. Ремонт необходим и другим помещениям больницы. Строение полвека назад возводили как временное на заболоченном участке. Капитальных вливаний со дня постройки здания не было. В правительстве края о наболевшем Каларского района знают. Вопрос со строительством новой ЦРБ прорабатывают и на местном уровне. Само здание районной больницы находится в аварийном состоянии. И сам стационар. И все прилегающие, как говорится, объекты, сопутствующие. То есть мы уже предоставили проектировщиков земельные участки, на которых мы планируем все это разместить. В ближайшее время уже будет так называемая концепция этого объекта. Ну и надеюсь, что Байкальская горная компания получит в проектировании. И мы вместе с правительством Забайкальского края и Байкальской горной компанией будем обращаться на Восток развития с просьбой включения данных объектов, финансирования за счет средств развития Дальнего Востока. Чарская ЦРБ – единственная больница на весь крайний север Забайкалья. На 8 тысяч населения стационар всего-то на 40 койко-мест. Тяжелых пациентов на лечение отправляют в краевой центр. На отдаленные селения – средний калор, неляты. По необходимости вылетает санавиация. Техника на ходу медоборудования для экстренных и плановых случаев пока комплект. К слову, впервые за 14 лет при поддержке Байкальской горной компании почти на 40% обновлено медоборудование. В больницу поставлено 20 единиц медтехники, в том числе кардионометры, кардиометры, хирургические инструментарии, медицинские дозаторы. Не хватает только рук, признается главврач. Нет в районе специалистов первичного звена – участковых терапевтов, педиатров, анестезиолога, реаниматолога, инфекциониста. У нас в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста мы приобрели три квартиры. И в торгах еще три квартиры благоустроенные, двухкомнатные. То есть жилье у нас есть, мы ждем специалистов на это жилье. Галина Миртова, Марина Лиханова, Владимир Николаев. Время новостей.